Сегодня пришла посылка вновь из города Грозный. Полтинник 50 мм, 1,4 мм, который я уже ремонтировал, но который пережил небольшую автокатастрофу. Сейчас моя задача оценить состояние этого объектива. И если все точно так же сломалось, то восстановить. Но если что-то еще сломалось, то об этом нужно обязательно сделать видео. Поэтому повторяем процедуру. И поэтому надо посмотреть, действительно, может быть это что-то уникальное. Такого ведь еще не было. Не каждый день люди в аварию с объективами попадают. Так, вот он объектив. Крышка. Как видим, заблокирована полностью. Вообще полностью. Стекла живые. Царапин вроде как нет. Хорошо. Давайте проделаем всю ту же самую процедуру. Попытаемся сейчас заменить кольцо и проверим, как работает аддиктив. Включаем боковой винт контакта. Поднимаем, выталкиваем кольцо, извлекаем контакт, убираем кольцо, убираем еще одно кольцо. Поднимаем вот здесь вот эту часть. Если выходит трудно, помогаем лопаткой. Помогаем лопаточкой. Как правило, наклей посажено оно. И со временем залипает переключатель положений. Контакт в сторону. Поддеваем кольцо по периметру. Извлекаем кольцо. Контактная группа. Находится здесь первый контакт, второй и третий. Нужно открыть коннектор и извлечь шлейфы. Снимаем винт материнской платы. Поднимаем плату. Отогреваем шлейф. В прошлый раз я его на место приклеил. Поэтому опять эта процедура повторяется. Сюда укладываем ткань. Берем в отвертку и выкручиваем винты. Вот отсюда. Отделяем кольца. Первое. Второе. Шлифте нюансов. Появился отвал вот этого стекла. Оно здесь на двухстороннем скотче. Вкручиваем винт, удерживающий лапку. Лапка выкручена и ее отсюда просто убираем. Выкручиваем винты коваров. Прямоугольные первой группы. С точкой вниз все идут. Убранный. Теперь аккуратно сдвигаем вот этот шлейф. Сдвигаемся весь геликоид вперед и осматриваем. Классическая проблема. Как видим вот. Здесь все расхлябано и здесь все нормально. Здесь нормально. Проведем эту всю процедуру. Соберем в обратной последовательности и посмотрим, как будет работать. Надеюсь, что редуктор никак не пострадал после таких всех ситуаций. Делаем некоторое отступление. Вы видите уже отчасти собранный объектив. Казалось бы, я уже его поменял кольцо. Нет, я не поменял кольцо. Я просто согнул эти направляющие в обратную. Запихнул их так, чтобы они не были так выгнуты. Это к слову, как раз к разговорам о том, что почему не восстанавливаешь направляющие. Отвечаю тем комментаторам. Это связано с тем, что кольцо иногда изгибается яйцом. То есть это получается эллипс. И он может цеплять за стенки либо верхней части, либо нижней части геликоида. И как результат, он может то крутиться. И вот смотрите, вот вроде крутится, да? А вот в этом месте слегка заедает. И вроде как проскакивает. И вроде вот, ну... Даже если он у вас будет работать чуть-чуть стабильно, то вот в таком виде, в вертикальном положении, он может заедать. Либо вот в этом виде заедать, либо на боку он может заедать. И в любом случае, маленькое заедание будет вызывать избыточную нагрузку на редуктор. Что приведет к износу частей редуктора. Поэтому мы не занимаемся такой фигней. И просто берем, ставим новое кольцо. Только в этот раз я уже поставил его, приобрел с редуктором, с шестеренкой. Чтобы просто не париться и поставить нормальное клеечко. Вот. У оригинального кольца, в общем-то, имеется вот такая ступенька. Вот здесь. И редуктор. Шестерня редуктора. Вот. Также необходимо сейчас переклеить сюда наклеечку. И переставить в фурнитуру. Исправленное ушко кольца. Здесь и здесь. Все равно есть небольшая ямка. В этих местах. Ну, если мы возьмем новое кольцо, здесь все идеально ровно. И идеально ровно, по перпендикулярам. Вот. Снимаем вот эту наклеечку и переносим ее вот сюда. Наклеечка на месте. Вот этот поводок на месте. Но старое колечко уезжает обратно вместе с этим объективом. Как часть, которая извлечена была отсюда. Она немножко исправлена. Вот. В честь только лишь для демонстрации. Почему я и так не делаю. Поставим сейчас полностью новую деталь. Абсолютно ровненькие края у нее. Идеально. Гликоид. Вот в этой выемке должна находиться вот эта часть. Тут вставляется редуктор. И именно редуктор сцепляется с шестерней. В это место мы вставляем колары точкой вниз. Вот сюда. Установлены колары. Затянутые винтики. Все это дело у нас двигаться легко. Без всякого заедания. Теперь необходимо все это сопрячь с редуктором. Сделаем с редуктором. Вытаскиваем шлейф. Здесь просовываем так, чтобы поводок в этом месте был. Все. И теперь сюда устанавливаем колары точкой вниз. Вот эти прямоугольники. Вот таким образом. Затягиваем все три колара. Если при затягивании вот этих коларов у вас блокируется кольцо, а при раскручивании оно спокойно двигается, это верный признак того, что кольцо все-таки у вас эллипсом. После установки кольца фокусировки у вас должно все спокойно ходить без каких-либо проблем. И так, и вот так, и вообще вот. В любых положениях. Только с хорошим кольцом, у которого не нарушена геометрия, вот такие легкие движения возможны. Область наносится в небольшое количество ассоциатива. 201. Здесь, здесь. Это только лишь для того, чтобы препятствовать излишнему износу этой поверхности. При износе данной поверхности мы будем иметь люфты, которые, в свою очередь, будут влиять на рабочий отрезок линзы. И будут появляться ненужные искажения. Таким образом мы устанавливаем все это тело. Видим, что смазочка размазалась и по поверхности под кольцом. Данного количества смазки достаточно для хорошей работы. Переходим к дальнейшей сборке. Устанавливаем лапку. Эту лапку нужно спозиционировать на свое место. Поставить винт и поставить резьбовой фиксатор. Готово. В верхнюю часть ставим кольцо. Наставим вот это колечко. И устанавливаем колечко. Вот в эту область. Вот так. Здесь позиционируем так, чтобы все винтики нашли свое место во втулочках. Здесь один торчит. Давайте поставим винтики. Винтики на месте. Вставим на двухстороннюю ленту. Так, чтобы он крепко держался. Если наклеить перестает, можно подогреть ее феном. Прикручиваем плату. При этом придерживаем объектив, чтобы не давить на переднюю линзу. Плата прикручена. Теперь устанавливаем все шлейфы внутри коннектора. Вставим корпус. Сопрягаем таким образом, чтобы он плотненько встал по всему периметру. Ставим кнопку. Вот таким образом. Переключатель устанавливается на место. Линетное кольцо. Позиционируем. И вставляем винты. Затягиваем винты при помощи ткани. Еще разочек. При этом я только наживляю. Затягивать будет только тогда, когда полностью уже наживлю до упора. Вот. Затянем. Вставляем. Чтобы не давить на переднее стекло, придерживаем руками и затягиваем до упора. На месте ставим вот эту часть. С этой стороны поставили. Теперь необходимо прижать к концу лопатки. Поджимаем. И здесь тоже поджимаем. Обязательно убедитесь, чтобы полностью это пластиковое кольцо встало на место. Если не встало, вот как сейчас мы увидим, немножечко не встало. Его можно немножечко сдвинуть в сторону. Оно подвергает. Способно сдвигаться по кругу. И вот таким вот образом оно садится полностью. Все. Объектив собран. Очищаем стекла с обеих сторон и ставим на камеру. Открываем натушку. Включаем. Проверяем диафрагму. Диафрагма есть. Видим, что бегает движок. Сейчас пробегает. Как видим, бегает без всяких проблем. Вверх-вниз. Вперед-назад. Теперь вверх-вниз. И теперь в этом положении обязательно смотрим. Как видим, проблем для фокусировки нет. Следовательно, замена кольца решила вопрос с фокусировкой. На этом у меня все. Отчет закончен. До свидания. Возвращается в город Грозный. Две крышечки у него было. И, собственно, в коробочку. И назад. Упаковка. Упаковываем сначала пузырчатый полиэтилен. Делаем это все дело вот сюда. В коробку. Первый бокс. Этот бокс предотвратит сминание. Мы укладываем пузырчатую сумочку. Небольшой пакет. Вот таким образом. Это предотвратит промокание. А также обеспечит дополнительную ударную прочность. Оборачиваем еще пузырчатый полиэтилен. Еще пузырчатый полиэтилен. В бокс кладем. Подложим пенопол. А с этой стороны подложим еще что-нибудь. Как раз приходил гофрированный картон в качестве вставок. Вот мы его сюда и поставим. Итак, у нас со всех сторон защита есть. И теперь мы это все дело вот так закрываем. Так, так. И эта коробочка у нас отправляется обратно в город Грозный. Грозный... так. Продолжение следует...